Таджиками, которые имеют древнейшую цивилизацию, богатейшую культуру. Когда мы дикарями бегали по лесам, у них уже была богатейшая культура, персидская. У них были и Румия, и Файчердаусия, и Рудакия, когда у нас еще никого не было. Понимаете? То есть им есть чем гордиться. И у них это в крови, вот эта кабу культура речи, образность выражений. У меня был обычный дворник, сторож, сосед мой, Рамазан. Из советского времени, советская армия сейчас тоже вот такая очень, говорил по-русски очень хорошо, живо. И вы знаете, как у него была речь? Вот я жалко, я говорю, что, Сармазан, тебе надо просто записывать на диктофон, потому что настолько она образная, настолько она яркая, с восточным каким-то колоритом. Обычный, просто таджик. Он говорил так художественно. Понимаете? И вот у них, когда берут интервью, даже вот смотришь тогда их телевидение, я по-таджистски не понимаю. Ну, вот стоит обычный таджик, даже вот он в своем халате в каком-то, да, из какого-то кишлака, дед. Вот. И он может говорить 15 минут, не замолкая. У нас, попробуй кого-нибудь, возьми интервью. У нас двух слов связать не могут. Наши, у нас нет этого. А у них это в крови. И я видел, как они красиво говорят, как они, даже вот эти вот мулы, про которых, которые хвалят, например, президент, они стихами его хвалят. А это культура. Это культура, которая генетически у них присутствует. Поэтому ни в коем случае нам нельзя их уничижать. Вот. Ничем мы перед ними не превозносимся. Ничем мы перед ними как бы не выше. Наша культура, да, там, золотого века, там, или серебряного века, да, потому что только что она недавняя. Но у них тоже может это все расцвести. Они просто... Исторически, может быть, не повезло. Кто только их не порабощал. И Тингисхан, там, и тот же Тамерлан, который просто в порошок их стирал. Сколько было войн, сколько у них было несчастья и скорби, когда их уничтожали почти что подчистую. Вот. Это тоже надо понимать, почему они в такой упадок пришли. Но народ очень, очень добрый. И вот я случай привожу, неоднократно я его приводил. Это не я как бы был свидетелем этого случая. Я слышал, это тоже по радио Радонеж, по-моему, не помню. По-моему, по Радонежу. Говорил обычно какая-то наша вот прихожанка, женщина, рассказывал, как она шла из салона красоты. И вот этот таджик, мусульманин, взваливает этого пьяного мужика себе на плечо со словами «Аллах велел всем помогать». И несет его по указанному адресу. Занес он его сестре. Оказывается, что этот мужчина, ученый, кандидат наук, у которого в этот день похоронил свою жену и с горя напился. Вот вы понимаете, и вот назови этого таджика, что он не христианин, что это не милосердный самарянин. Вот как он поступил, то есть он мусульманин, берет русского пьяного мужика, взваливает к себе на плечо и несет его. Потом он его нашел, этого таджика, во дворе и говорит ему, я, говорит, раньше к вам плохо относился, как не очень хорошо, но сейчас, говорит, я вас уважаю, дал ему, отблагодарил его, денежку ему дал. Я, говорит, я очень благодарю. А мы вот так, а мы будем гнушаться, мы, вот, а сейчас в Питере недавно был случай, непьяный, в обморок упал с сахарным диабетом, в больнице прям. Этого регистраториста, женщина посмотрела на него, и никто не подошел, не оказал помощи. Такие же больные пришли на прием. А он лежит. Это был лупьющий случай, непьяный мужик. Вот, вот, пожалуйста, наш. И вот вот эти таджики. И у них вот это есть. У них это есть, у них это повсеместно распространено. Они в этом отношении лучше, отзывчивее нас. Потому что у них древняя культура, у них какое гостеприимство потрясающее. Они тебе последнее отдадут. Вот приезжаешь там в кишлак, бедный. Они же там есть до сих пор места, где они не едят ни мяса, ничего. Они едят только лепешку с хлебом. Причем эта лепешка, вот у них уже, она грязными-грязными руками. Вот приходит таджичка, старая уже такая, беззубая. Грязными руками отламывает тебе, щербатым ртом своим улыбается и протягивает тебе вот эту лепешку. На, вот, ешь. А она же начинает брезговать иногда. Как это из таких вот рук взять? А это же благословение Божие.